И снова самые сильные мужчины города встретились в фитнес-клубе «Стекс», чтобы побороться за звание чемпиона. Ежегодный марафон, посвященный Дню Защитника Отечества, собрал в сценах клуба несколько десятков человек. О том, как прошли праздничные соревнования, расскажем прямо сейчас. У этих мужчин есть и сила, и ум, и огромное стремление к победе. Спортивные соревнования среди мужской половины фитнес-клуба «Стекс» вот уже несколько лет в День Защитника Отечества традиционно выявляют самого сильного участника состязаний. Мы сегодня пригласили всех желающих в количестве 20 человек. Это те, кто нашел в себе желание подняться в такой день, прийти, соревноваться, отдать свои силы и посмотреть, насколько он физически готов. Оценить физическую подготовку участников организаторы марафона решили с помощью пяти основных дисциплин. Жим лежа, подтягивания, дёрпи, гребли на дистанцию 500 метров и удержание штанги собственным весом. По словам тренера фитнес-клуба, эти упражнения ориентированы на все группы мышц и дают показания по полному физическому развитию человека. Жим на горизонтальной скамье вообще относится к базовым упражнениям, поэтому, конечно, это сложно. Глобальное упражнение, много мышечных групп задействовано. Пока лучший результат у нас 28 повторений. Все ребята молодцы, у всех хорошее настроение, все заряженные. Такой накал страстей, поэтому соревнования удались. Удержание штанги собственного веса с манжетами, они будут усложнять им работу. Поскольку в предыдущем году все держали по полторы, чуть ли не по две минуты, тут, дай бог, каждому подержаться хотя бы 20 секунд. Упражнение заключается в том, что мышцы кисти в основном никто не тренирует, потому упражнение для них будет во многом сложнее. Это не просто качать бицепс и думать, что ты самый сильный. Тут действительно придется поддержать самого себя, придется попотеть каждому. Следующая наша дисциплина называется Бёрпи. По моему мнению, это одна из самых сложных дисциплин. Она требует большой выносливости. Народом она пошла, мне кажется, от солдат американской армии. Задействует практически все группы мышц тела. В целом, как бы, люди показывают здесь неплохие результаты. За минуту надо сделать максимальное количество раз. На данный момент самое большое количество – 25 раз. Кому-то сложно, кому-то не очень. На широчайшие мышцы спины, на руки. У кого вес большой, тому, соответственно, сложнее подтягиваться. У кого маленький вес, проще подтягиваться. Самое большое количество у нас – 24 раза потянулись. Я сужу сегодня греблю. Одно из, наверное, самых сложных на сегодня упражнений. Мы еще и дистанцию увеличили. В прошлом году было 250 метров, в этом году будет 500. Ну, так, не расслаблялись, чтобы. И плюс все оставляют на конец, потому что, ну, при визуальной простоте достаточно сложные технические упражнения требуют, ну, серьезных усилий, так скажем. Очень серьезная нагрузка на организм. Сейчас придется и выносы подключить, и стратегию, и технику. Ну, практически все группы подключают. В том и сложность, что и дыхательная система задействует, и сердечно-сосудистую, и, ну, практически все мышцы тела работают. Продемонстрировать свои спортивные способности по пяти дисциплинам предстояло всем участникам. Но если кто-то за звание победителя борется уже не в первый раз, то для Александра Андреянова подобный марафон можно назвать дебютным. Сам же участник признается, что День защитника Отечества нужно проводить именно так. Я увидел объявление, как бы, решил, что главное принять участие, то есть, не важно, какое место, для, как бы, провести праздник в кругу знакомых каких-то, то есть, как бы, с пользой. Я считаю, что, безусловно, такие мероприятия очень нужны, важны для любого поколения, для любых возрастов. Лучше пропагандировать здоровый образ жизни. Вы еще придете? Обязательно, непременно приду. По завершении спортивного турнира по подсчетам результатов состоялось награждение участников. Почетное третье место занял Эдуард Гаврилов. Серебряная медаль досталась Леониду Лебедкину, ну а победителем марафона стал Роман Лапенков. И в этом ему помогла даже не спортивная подготовка. Ну, наверное, мне помогла моя жена, потому что она здесь работает тренером, и под ее чутким руководством, под ее усиленными тренировками, я вот не первый год уже занимаю первое место. Желает всем мужчинам таких жен и дальнейших побед Яна Ромашкина, Александр Тестов, телеканал «Эткари».